Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Программа «По существу» и сегодня у нас в студии начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Чувашской Республики Дмитрий Валерьевич Тимофеев. Добрый день, Дмитрий Валерьевич! Здравствуйте! Дмитрий Валерьевич, приближается ваш профессиональный праздник – День прокуратуры Российской Федерации. Вот буквально через два дня, поэтому, пользуясь случаем, мы в вашем лице поздравляем всех работников и сотрудников прокуратуры Республики и все-таки подведем кое-какие итоги работы за прошлый год. Управление по надзору за соблюдением федерального законодательства осуществляет надзор за соблюдением законов, действующих на территории Российской Федерации. По сути, мы шли надзор за всем комплексом нормативных правовых актов, за исключением уголовного и уголовно-процессуального законодательства. В общем, направление нашей работы можно разделить на два основных блока – это экономические правоотношения, это бюджет, закупки, соблюдение экономических прав граждан, соблюдение прав предпринимателей, надзор за соблюдением контролирующими органами ограничений при проведении планов и непланов проверок субъектов предпринимательства, ну и так далее. И второе направление – это социальный блок, это права и свободный человека и гражданина. Прежде всего, конечно, на сегодняшний день наиболее актуальные направления – это трудовое законодательство, жилищные права, жилищно-коммунальное хозяйство, ну и ряд иных направлений. Больше всего жалоб, я не побоюсь предположить, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это на сегодня самая актуальная, самая больная, самая острая наша проблема. Вот как удается справляться с потоком обращений и как часто ситуация разрешается в пользу жителей? На сегодняшний день у нас два контролирующих органа, можно сказать. Это помимо органов прокуратуры, это еще и государственная жилищная инспекция. Но нагрузка по жалобам и проверкам на оба органа ложится практически одинаково. То есть работаем и мы, и работают и жилищные инспекторы. Ну, касательно результатов проверок по таким обращениям, действительно, порядка трети жалоб являются обоснованными. Прежде всего, основные нарушения, которые мы выявляем, связаны с неправильным начислением платы за коммунальные услуги. Ну и второе, это ненадлежащее оказание коммунальных услуг. То есть управляющие компании, теплоснабжающие организации, зачастую не выдерживают тех стандартов, которые законодательство предъявляет им к их деятельности. Ну, в качестве примера можно привести по городу Чебоксары. Есть ряд удовлетворенных жалоб. Ну, как пример, допустим, дом номер один по улице Ахазова. Управляющая компания начисляла коммунальные платежи за периоды, когда коммунальные ресурсы, допустим, не оказывались. То есть у нас летом были отключения горячей воды. Соответственно, у управляющей компании должен быть сделан перерасчет. Данный перерасчет не делался. Есть примеры... То есть, по сути, люди платили за неоказанные услуги. Да, действительно так. Есть примеры, когда перерасчет за коммунальные услуги, то есть у нас так называемые начисления по общедомовым приборам учета, производится также за неверно определенные периоды, что влечет, опять же, незаконное до начисления платежей. Были случаи, когда по одному дому управляющей компанией ошибочно, умышленно или, может быть, по неосторожности, нечаянно, да, до начисляли до 300 тысяч лишних сумм. Нечаянно, нечаянно. То есть по результатам рассмотрения обращений граждан были приняты меры попросского реагирования, управляющие компании производят потом перерасчет. И еще одну сферу, которую вы обозначили, это трудовые взаимоотношения. Наш регион, к счастью, не считается неблагополучным по долгам по выплате заработной платы. Тем не менее, такие случаи и есть. Как сегодня обстоят дела, какова сумма задолженности и как этот вопрос решается? Да, действительно, если год-два назад мы находились, можно сказать, в числе отстающих, задолженность по зарплате по республике зачастую в определенные периоды превышала более 100 миллионов, на сегодняшний день задолженность составляет 4 миллиона. Ну, связано это прежде всего с тем, что в период финансового кризиса у нас, как известно, были банкротства крупных организаций, в том числе и тех, которые ходили в печально известную группу компании «САВА». То есть это вот те прежние долги? Да, это те прежние долги. На сегодняшний день в этих предприятиях завершены конкурсные производства. И за счет проданного имущества конкурсные управляющие расплатились гражданами по задолженности, по зарплате. На сегодняшний день у нас порядка 6 предприятий, так скажем, не особо крупные. Они имеют задолженность в общей сложности около 4 миллионов 200 тысяч. По каждому предприятию ведется работа. На сегодняшний день можно сказать, что эта задолженность на предприятиях не превышает более двух месяцев. И по каждому факту образования задолженности прокурорами на местах направлены в суд заявления о выдаче судебных приказов, на основании которых судебные приставы за счет того имущества, которое есть у предприятий, взыскивают в пользу граждан заработную плату. Дмитрий Валерьевич, еще одна такая проблемная тема. Я, честно говоря, даже не знаю, к какой категории ее отнести. То ли это социальная сфера, то ли это экономическая сфера. Обманутые дольщики. На сегодняшний день проблемами остается это дома, недостроенные в Ново-Южном районе, агентство недвижимости Честер и ООО «Высота». Опять же, работа в этом направлении нами постоянно ведется с целью упреждения подобных фактов. Как пример могу привести, в этом году по жалобе гражданки была проведена проверка и установлено, что в Ново-Южном районе одним предпринимателем были получены земельные участок и документы на строительство реабилитационного центра для ветеранов войн. Это должно было быть нежилое двухэтажное здание, однако в офисе он у себя разместил проект девятиэтажного многоквартирного дома и начал заключать с гражданами договоры предварительные, показывая, где на каком этаже у них могут быть квартиры. На сегодняшний день строительство этого объекта не было начато. Там вырыт котлован, разбросаны бетонные блоки. И через некоторое время, после того, как договоры с рядом граждан были заключены, а некоторыми гражданами суммы довольно приличные были отданы, в том числе вот та гражданка, которая к нам обратилась, она порядка полутора миллионов заплатила. Гражданин после заключения договора вскрылся, офис был закрыт. По результатам проведенной проверки, нами были направлены материалы в органы внутренних дел и на сегодняшний день возбуждено уголовное дело и расследуется. То есть, каковы шансы у людей получить обратно свои средства? Вот здесь хотелось бы отметить. Мы постоянно твердим, у нас очень много имеется разъяснений на сайте. Мы постоянно в своих выступлениях, когда затрагиваем тему удалевки, разъясняем, что гражданин, долевик, будет полностью защищен с правовой точки зрения, только если он заключит договор долевого участия, который будет зарегистрирован в органах Росреестра, в регистрационной палате. Во всех иных случаях такие договоры судами даже могут признаваться незаключенными и ничтожными, поскольку закон прямо запрещает застройщику привлекать денежные средства к гражданам, если у него отсутствуют все необходимые документы на объект. Здесь именно такая ситуация, то есть на сегодняшний день гражданин вправе требовать лишь расторжения договора и взыскания своих денежных средств. Дальше уже речь пойдет о работе судебных приставов и вообще о наличии какого-либо имущества, за счет которого можно удовлетворить эти требования. Говорить о том, что можно будет погасить за счет того объекта, который построен, вот именно в данном случае уже нельзя, поскольку там ничего нет. Поэтому хотелось бы, пользуясь случаем, еще раз напомнить и предупредить граждан. Такие факты у нас бывают и по другим объектам, когда в погоне за дешевым квадратным метром граждане остаются ни с чем и потом приходят жалобы к нам. Поэтому заранее хочется еще раз напомнить, что есть определенный порядок, есть определенные требования к заключению договора долевого участия и привлечению денег. Ну что же, Дмитрий Валерьевич, спасибо вам большое за очень-таки подробные разъяснения, за предупреждение отдельное. Спасибо, я думаю, что кто-то нас все-таки услышит и кому-то это облегчит жизнь дальнейшую. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Чувашской республики Дмитрий Валерьевич Тимофеев. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова